Марина, первого тысячи рублей по. Так, Марина, спасибо. Это вы мне вдруг с праздником прожили таким путем. Я вам сразу скажу. Вот, сейчас только пришло сообщение, что ребенку нужно на это тысяча рублей или в уголочку. Я ничего не выдумываю. И я не заслал, но казачком мне не надо. Попросили тысячи рублей у меня на лечение ребенка. Еще не знаю какого. Но еще раз говорю. Значит, ваши тысяча рублей не мне, а С Новым Годом. Я коньяк покупаю только на Новый Год. Да мне дарят на Новый Год. Остальное время что? Ну, иногда водку покупаю. Иногда самогонку. Но редко. Вот. Так что ваши тысячи рублей достанется детям. Но вы же не будете на меня обижаться. Вот. Ну, мальчику, да. Там было написано, по-моему, там было имя мальчика. Вот. Так что считайте, что вы его двадцать этим подарили. Подарят еще рублей. Спасибо, Марина. Я не знаю, какая Марина. Вот. Не знаю. Я в таких случаях обычно как говорю. Марина, я уже таких случаев за всю жизнь был несколько десятков. Марина, вы из исчезающего племени хомо благородный. Вот и все. Это, как бы сказать, ответная моя реакция. Вы из исчезающего племени. Ольга, добрый вечер. Влади. Так. Всем привет. Так. Борис Соловьев. Вопрос по сертификации. Если кошки абрикоса хоронились в сухом виде в холодильнике, а потом в сырой песок не менялись и срок сертификации. Нет, это нормально. Я в том, что в сухом виде он как бы замирает. Простучал и замер. В холодильнике это холод. В сухом виде он просто замер. Они не пользуются долго. Я сам, ну, не брать не буду. Три года прекрасно хранится. Вот. Проверено вами. Но, заметьте, когда я говорю, что они залежали, я всегда предупреждал. Заканчивается свежая. Я говорю, извините, залежал. Будете брать? Да, ваш Трофеев. За последний год только двое сказали. Не взошли. Ну, двое, извините, сотен. Это все-таки, я считаю, идеальный вариант. Так. Теперь. Значит, как бы ни было, сколько бы ни лежал, допустим, год. Ну, как, вот, осенью собрали. До следующей осени пролежали, их не купили. До весны не купили. Еще накидываем опять следующая осень, зима. То есть, он, допустим, пролежал полтора года. Все равно срок сертификации два месяца. Ответ сделан. Вот, что по сайту с семенами и саженцами. Сайт заблокирован. Он хостит провайдеров. Так. И вы... Может быть, мой брат все это поймет. Сайт заблокирован. Не дай Бог мой сайт. Я просто не понимаю, что в общей связи идет. Просто не понимаю, как реагировать на ваше предложение. Сайт с семенами и саженцами. Может, Сергей сайт. Он саженцами занимается. На данный момент я ничего не понял. Если вы проясните, я подожду. Елена, здравствуйте. Дальше почти никто не пишет. Почти никто. Вот. Вот. Вот он. Вот сейчас этот цех, который Влади... Владислав, наверное. Здесь примерно. Что-то напишет, и мы будем заканчивать. Сегодня чуть покороче. Вот. Вот. Немножко субборнее. Но самое главное, я сказал то, что хотел. Я сказал то, что хотел. И еще мой брат пишет. Вот он пишет про сайт заблокированный. И еще там мой брат пишет. Давайте дойдем до истины. Мы рано заканчиваем. Вот. Обычно принято два часа там и час тут. Три часа. Не все выдерживают. Да. Не все. Но. Я тоже смотрел статистику. 100 человек заходил. Одним видимо в начале, другие в конце. То есть не все выдерживают три часа. Ничего страшного. Ждем. У меня головная боль. Крупный заказ ушел в Сочи. Что они там вырастут. Там принято считать, что все брикосов быть не может. Вот. Крупный заказ сейчас пойдет в Майкоп. Вот. Это для меня. Я говорю. Берите количество. Что тогда вырастет. У меня все семена гибридные. И все выращу в одном месте. Все в саду. Все поперепылились. Извините. Все поперетрахались. Вот. Что будет, то будет. В один будет южное направление. У других северное. У третьих. Значит. Страх перед засухой. У других. Страх перед дождями. А все вместе это. Сопадет. Как в этом самом. Пазлы. Значит. Он будет. И морозостройки. И не бояться засухи. И не бояться сырости. Вот. Но для этого нужно заказать. Допустим. Хотел бы 50 семен. Так а это 100. Лучше 500. Вот тогда точно. Пазлы сойдутся. Один раз. Живем. На сад надо закладывать за один раз. Весь среди вас тут 34 раза закладывал. Не потому что неудача. А наоборот потому что удача. Потому что поверили в удачу. А то начинали. Помните как самое начало было. Продайте трикосочки. Мне больше трех деревьев не надо. С этого начиналась моя это. Деятельность. Так что подождем. Так что подождем. Интересно. Меньше не становится. Все ждут. Вот. О. Пишет. Контора пишет. Ждем дальше. Пожалуйста. Друзья. Раз вы меня слышите. Пишет. Вот так просто нажать. Скопировать. И отправить. Двоим. Троим. Многие из вас участвуют в других совершенно сетях. Вот куда я вообще даже не знаю где это и как это. Ну так трудно. Туда ссылку. Туда. Ну пусть смотрят. Пусть. Ну как переломить это все. Все эту дурь. Я вас умоляю. А потом смотрю. В просмотрах. Не больше. А даже где-то меньше. Постепенно умирает то самое. Настоящее с удовольствием. Не развивается. Пятьсот книг лежит. Когда я пошли к нему вышел. Две недели назад. Вот и вся польза. Так трудно разошлась. Так трудно скопировать. Какую-нибудь сети. Там сто человек посмотрит. В каком-то месте может и больше. Да. Которые все еще пишут. Так. 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 Еще и Наталья пишет. Давайте. Так. Каталог семян железа. Ссылочка. Проверьте. А то что-то не так. А давайте мы ее откроем. Каталог семян. Семена. Посади с отцом. Так. Это каталог. Не каталог. Это. Как оно называется. Сайт. Страница моего. Помощника. Редактора книг. Павла Троценко. Давайте посмотрим. А. Кто-то. Ну. Что я скажу. Я потом. Когда все закончится. Все закончится. Я сейчас вот так вот сделаю. Копировать. И. Пока. Сюда. Закину. Вот сюда. Ой господи. Вот это вот. На ночь не глядите. Вот это. Я виноват. Вот. Что вы на ночь. Видите. То что вверху. Само. Само это. А вот это взять. Вот так вот. Искусственно раны не залечиваются. А. Естественно. И сами. Так. Ладно. Сейчас я посмотрю. Где. Закончил. Сюда. Вставлю. Так. Про детей. Рассказал. Вот она. Посадка по железу. Давайте. Вот здесь. Вот. А потом я. Напишу. Или позвоню. Павлу Троценко. Скажу. Павел. Заблокирован. Разбирайся. Я сам-то в этом ничего не понимаю. Для этого и наш вебинар. Чтобы искать концы. Так. Вот. Видите. Перевез сюда. Закрепить. Возвращаемся. Там где были. На вебинар. Смотрим дальше. Павел Канасеевич. Книги из продажи. Прямо вот. 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 Великолепный вопрос. Да. А. Во-первых. Книга. Деремих. Их три. Первое. Садоводство. Не так. Первое. Северный сад. Сотворение чудо своими руками. Остался только в электроновиде. И стоит-то 500 рублей. Расколько ли цены не поднимая. Зато есть две бумажные книги. Вот-вот закончится. Название. Которое. Кстати дешевое. У него облазка мягкая. И она поэтому считается дешевое. Это. Дописки зачарованного сибирского садовода. 600 рублей. Кто-то цену не поднимал. Вот. Ну нет. Двеновидская премия. Но поверьте. Это. Любой, кто дальше школы не учился, все равно разберется. А вот наука пока не может. Вот. Если бы разобрал. Но схватила бы головолова. Сказала. Вот же. Ребята. Вот же. Давайте быстренько. Железу на Нобелевку. Ну. Еще здесь всех присоединив. Согласен. Надо же переделать. Наверное. Научила. Мои открытие. Вот. И все. И вот это. А там еще одна Нобелевская. Ну. Хорошо. Государственная. Российская. Полторы. Вот. Ну. Дело в том, что не получается. Ну. Хотя бы вы книги-то раскупите. Вот эта книга 600 рублей. И третья. Свежая книга. Это для ценоса для избранных судьбой. Она стоит полторы. Нарядные. Твердые обложки. Показать вам. Ее еще. 100 рублевое. Журналы у меня. Мои личные. Вот. Сейчас покажу. 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 Нарядная. Красивая. Вот это энциклопедия. Настоящая. Вот видите. Вот все разговариваю. Там 600. Тут полторы. Две сто. Триста. Рубля на пересылку. Две четыреста. Вот. И я клянусь Богом. И крестюсь. 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 Книга уже продается третья. Полностью первая продана. Полтора тысячи. А этот тысячу триста. Осталось немножко. Вот. Ни одного хмурого взгляда. Ни одного замечания, что мы что нудно. Хотя бы слово нудно. И того нет. Восхищение дикое. Читаем это. Не могла уснуть. Пока не прочитала книгу. Три дня не спала. Вот это все было. А ей кого-то не лежат 500 штук. И там у этого несколько сотен упало. И лежат так и лежат. Вот. И вот Наталья ответила. Есть продажи? Ольга. Соседа цветут абрикосы ежегодно. Но нет плодов. Галкруто. Так. Стоит ли в московской области сырыть? Так. Вы. Ольга. Знаете, граждане Набакарова. Моего друга. У него спросите. Когда он садил, там тоже ни хрена не было. Вы пошлете по карте, где этот самый Обнинск. Вот. А теперь вспомните, где московский округ. Хе-хе-хе. Рой. Вы, оказывается, новичок. Спасибо. Я вас поздравляю. Значит, вы еще ничего не знаете. Вы не знаете, что их нет не потому, что они расти не могут. А потому, что вариант 2. Все, что вы купите, можете сразу костер. Ну, года не терять. А, ну, деньги потеряли, раз костер. Ну, хотя бы года не терять. Раз. Вот. Второе, значит. Или вы к Макарову, или ко мне. Ну, если ко мне, то придется начать с нуля. Да. Можете стать в очередь засаданцев Сергея Железова, но не надо следующего заказа принимать. Питомник малюханький. Тысячи-полторы – это за стороны смех. Правильно? А что касается меня, тогда надо не сесть косточек. А вы готовы? Нет, вряд ли. Вот. А плодов нет – там начинаются хитрости. Помните, чуть выше. Берете вот одно дерево, а второе ветвое, так и просится переплевить. На том дереве будет цветы двух сортов. Уже веселее. Лучше посадить три. А пусть еще света говорят два-три. Нет. Пять-десять. Вот тогда, чтобы первый оплыл второй, пятый, восьмой. А восьмой – четвертый. Вот статистика Железова. А значит, откуда у меня урожай, которых нет больше на всей территории России, и не только России. Подумайте сами. Юрий Железов. Вот ссылка на саженцы. Так вот, смотрите, получается, у Павла Троценко заблокирована. Я разберусь. А мой брат Юрий Железов дает ссылку на наш сайт. Открываем, смотрим. Вот они. Ну, это самый простой вопрос. Вы переходите на эту ссылку. Вот, видели? Узнаете эти фотографии? Вот они, я еще хвастался. Вот это было украдено, это было украдено, это украдено, это не помню, это украдено. Вот сейчас все покажу. Это украдено. Так, сейчас. Это украдено. Не стесняться, что линейка у меня фирменная. Это украдено назвали, значит, Хасанский перчик назвали Сибиряк. Вот так, нет? Все. Все, все, все. Некогда на меня все тащить. Возначаемся. Итак. Не туда вернулись. Сейчас, 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 сейчас. Не туда вернулись. Наверное, вот на сверху нажать надо. Ага, вот сюда. И так, ссылка на Железова Сергея, на САЦИП работает. Спасибо, брат. Ну, тут и брат выручил. Так что, а это одно и то же. Сюда не могли попасть? Сюда попадете. И еще. Это каталог семян не могли открыть. А это каталог саженцев. Вот. А если еще каталог семян, вы просто ко мне обратитесь. Я в него вышлю. Так, Наталья. Каким образом сделать перевод? Каким образом? Смотрите. Сейчас я попробую вам показать. Я не знаю, зачем оно вам надо. Вот. Зачем вам надо? Может это заказать хотите? Может быть это. Вот это вот я рассылаю всем. Кто спрашивает у меня, как вышел перевод. Самое простое, ну, телефон мой. Вот. А телефон мой звучит так. 8, 960, 776, 8672. А вот при вашем карте. Вот, смотрите. Тогда я еще. Есть еще две карты. Или карта вверх. Или карта, карта это виза. Или вот он. Телефон прямо на карте. Я все это копирую. Копирую. И вот сюда вставляю. Смотрите. Кому всем. Вот сюда. Вот. Вот. Видите? Карта Сбербанка. Карта Сбербанка. Или карта Сбербанка. Мир. Или карта Сбербанка. Виза. Или с помощью телефона. Вот это. 860, 7776, 8672. Он привязан к карте. Вот я ответил наш вопрос. Я надеюсь, что вы собираетесь деньги выстрять. Ради хороших дел. Вот. Там уже. Знаете как. Ребята. Подарки. Вы. Даже пусть 20 февраля. У меня деньги. Я никогда. Я уже. Подарки. Вы заказ сделаете. Ради Бога. Вот это будет подарок мне. Вы представляете. Акция. 21 февраля. Подарки в студию. Подарки Железову. Заказ 50 костик. Заказ 100 костик. 8000. Вот. Вот это да надо. Вот это надо. Вот это подарки. Ваши заказы. Это подарки. Вот. Вот. Это будет честно. Это будет достойно. А не это. А не милостыня. Ну и наконец Юрий Железов пишет каталог семян и костик. Мы-ка нажмем. То есть там было саженцы. А здесь вот он каталог семян. Все. Я наверное с вами буду расставаться. Все разобрались. Подарки в студию я попросил. Вот. Ну что друзья. Будем расставаться. Как это не грустно. Вот. Когда-то надо расставаться. Пройдет еще неделя. Вы видели сколько я там листал. Там огромное количество вопросов. Почему я не успеваю все. Прямо перед ревинаром 2-3 вопроса. До каких еще вопросов. Попробуйте отвечать. Вот. Я опять что-то откладываю. Некоторым я не могу ответить уже по полгода. Там они внизу. Ваши письма. Вот. Ну. Сейчас я еще сделаю отдельный фильм. Я вот этих вот девчат. Вот. Я их так люблю. Так люблю. Вот. Вот. Этих вот. А не буду я. Это называется. На ночь глядя нельзя видеть. Все. 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 Дурь которую они сочинили. Они не понимают что их использовали. Их использовали торгаши ядами. Нить. Вот. Что когда повсаживаются. Прискают. Вроде с благородной целью. Уничтожается все. Почва без бактерий не существует. Это мертвая почва. Они кандидаты наук не знают. Ну ты филолог. Ну тебе за дороги голову. Ну вторая то считается. Я звезда. Видели. Какая ты хрен звезда. Если ты не знаешь что. Яду убивают бактерии. Бактерии. Это основа. Бактерии. Это и есть плодородие почвы. Бактерии. Все остальное. Грибы. Мекориза. Корни. Листья. Эти. Муравьи. Ну черви. Они существуют благодаря бактериям. Они в мертвой почве не живут. Понимаете. Не живут. Это все целое. Одно и то же. Мох. Мох. Напоследок все говорили. Грибы. Значит эти самые. Лишайники. Это симбионт из дерева. Дерево частью мертвеет всегда. С возрастом. Мы покрываемся этими. Так же точно этим. Мы еще говорим. Пигмент. Что такое пигментные пятна. Это мертвая хора. И вот тогда грибы появляются там. Ну что. Будем вырезать пигментные пятна у стариков. Показать вам. У меня тоже есть. Вот оно. А у деревьев это за что. Ну что. Я опять тартарокруг пошел. Но я с ними все равно разберусь. Будет отдельный фильм. Все равно я уверен. Кто-то 200 рублей пришлет на это кино. Я его так сниму. Это мой долг. И без денег. Все друзья. Останавливаю. Трансляцию. Благодарю вас за то что вы дотерпели меня. Пусть совсем не меньше. Но так бывает.